Приветствую вас, друзья! Сегодня очень много предложений существует в интернете и вживую от разнообразных тренеров, которые используют самые различные методики совершенствования личности. Человек так устроен, что он стремится к совершенствованию. И главная цель поисков состоит в том, чтобы извлечь из себя потенциал, который в нас заложен. Один великий человек сказал так, не важно, что лежит впереди, не важно, что лежит сзади, не важно, что лежит внутри вас, не важно, что лежит по дороге сзади, где мы уже побывали, не важно, что нас ожидает впереди, что там лежит, главное, что в нас внутри. Вот если извлечь этот потенциал, если научиться использовать то, что Бог в нас заложил, говорят, что, ученые говорят, что менее 1% мы используем возможности своего мозга, а это же колоссальная сила, то тогда, тогда преград нет. Какие долги, какие неудачи, какие разочарования. Есть такая методика, например, едешь на машине, тебе надо припарковаться, и ты загадываешь сейчас, мысленно представляешь себе, что ты подъедешь, а тебе освободится место. В самом центре города, где обычно приткнуться некуда, ты подъедешь и 100% ты встанешь, всегда найдешь никуда, не опоздаешь, ни на какую встречу, ничего. И ты подъезжаешь, и в этот самый момент, в самом удобном месте, выезжает человек, и ты на эту дырку становишься, и всегда только поблагодарить того, кто это организовал тебе. Но основано все это на вере. Я думаю, да не думаю, а так говорят тренерши, они умные ребята, специалисты, психологи, йоги и прочие разные коучи, которых сегодня море. Зайдите на ютуб, и вы увидите море желающих. На вере. Если я в это поверю, это будет. Если я в это не смогу поверить, буду сомневаться, колебаться и так далее, то я не получу того, даже вот этого парковочного места, не говоря уже о других вещах. И так, если ты веришь. В Библии написано, и это коренной вопрос, послание к евреям, написано в 11 главе, в 1 стихе, о том, что вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность невидимого. Вдумайтесь. Осуществление ожидаемого. Я осуществляю то, что я ожидаю получить, и я уверен в том, чего еще нет, что я еще не вижу. Это есть вера. Так вот, поскольку человек есть дух, душа и тело, человек это дух, который живет в теле и имеет душу, то в теле мы используем для восприятия мира и руководства в этой жизни, и движение по ней, используем органы чувств, все, что нам дал Бог здесь физическими органами воспринимать и делать какие-то выводы. А в духовной части он дал нам один только прием, способ и рычаг. Это наша вера. И от веры многое зависит. Даже вот тренеры поэтому и говорят, что вот если ты поверишь, то ты как раз парковочное место себе найдешь. А не поверишь, ну, извини, методика для тебя не работает. Вера. Так вот, смотрите, что. Для того, чтобы преуспевать в бизнесе, я вот рассуждаю, сейчас сижу с вами, просто рассуждаю. Слава Богу за то, что я узнал, что ты существуешь, и что я нашел тебе хоть какую-то тропинку, и ты меня учишь, и я бы хотел с вами поделиться. Если вам интересно. Кому не интересно, может раз раз выключить здесь и сказать, да, пошел ты. Дело в том, что добиться чего-нибудь можно, если ты действуешь. Если ты действуешь позитивно, если ты настроен положительно, если у тебя оптимизм, тебе кличет, если ты вдохновлен, мобилизован, если ты уверен в том, что у тебя будет получаться. То есть нужны позитивные действия. Они основываются на позитивных ощущениях, на настрое. А этот настрой может быть основан на вере. Если я верю, что у меня будет все хорошо, так я и настроен хорошо. А как мне поверить, что у меня все будет хорошо? Так Бог говорит в Библии. В Библии Бог говорит. Вот у меня Библия, да? Вот она Библия, да еще болгарская, на болгарском языке есть и другая. Он говорит, что у тебя все классно. Смотрите, что вот в принципе он говорит. Он утверждает, заверяет меня, как и каждого, кто в это поверит, что все мои грехи, все мои прошлые ошибки, все, что я сделал нехорошее, все прощено. Все прощено, я абсолютно чист. Боже, какой груст, меня не гнетет, я не терзаю себя. Совесть моя чиста, я чист. Бог умер для этого за меня. Во-вторых, он мне говорит. Он говорит, что я пришел дать тебе жизнь. И не просто жизнь, а жизнь с избытком. Это означает, что он дает мне жизнь. Это значит, что у меня сейчас есть, я в это верю, а раз верю, значит так оно и есть. У меня есть здоровье всегда, у меня есть деньги, успех в деле, у меня есть прекрасные отношения с теми людьми, которыми я дорожу. Я полноценный человек, я счастлив, потому что Бог меня убеждает, Он уверяет меня. Вот написано. Я пришел дать вам жизнь и жизнь с избытком. Что еще надо? И наконец, мне нечего бояться. Я не знаю, что будет завтра, но я знаю того, кто даст мне этот день завтра. Это Бог. И Он не просто даст мне, а Он даст его, позаботившись обо мне. Потому что Он мой отец, Он меня любит. Но я сам отец, как я могу дать своим детям что-нибудь нехорошее? Он и говорит, что если вы, даже будучи злым, умеете даяния благие давать детям вашим. А уж родители бывают, о какие злые. Посмотрите передачи Малахова. Лупят детей и все. Мало лупят. Ужас. И то мы умеем благие даяния давать детям. Тем более написано в Библии, Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Как же Он не даст нам? Поэтому Он даст нам и дает, Он обещает нам. Он говорит, что в Библии, в книге Евангелия от Иоанна написано, что вот я вам прочитаю, написано, Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий, кто поверит в это, поверит в то, что Иисус за нас умер, и что Он был на земле, и что Он живой, ходил здесь, и получает вечную жизнь. А мы знаем, мы люди современные, не лохи какие-нибудь, мы знаем, сколько людей там побывали и вернулись по разным причинам. Там нас ждет очень большое, очень большое, очень большое удовольствие, награда. Жизнь вечная. Итак, в чем мне беспокоиться? Грехи мои все прощены, я чист, у меня совесть чиста, я свободен, и если я что-нибудь натворю, то стоит мне только помолиться, ну, неосознанно, неумышленно. А во-вторых, Бог дал мне жизнь с избытком, Он и пообещал это мне, я верю, я же верю, а раз верю, значит, так оно и есть, потому что вера же, если осуществление ожидаемого, уверенность невидима, тот кто верит, тот получает. Я же, если верю, то я же попадаю в парковочное место свое. Вот и все, даже любой тренер говорит, который только интуитивно думает о том, что вот какие-то методики разработал, а на самом деле Бог все организовывает. И, наконец, жизнь вечная, не гарантированная. Не бояться нечего, ни болезни, ни смерти, ни безденежья. Ничего не бояться. И когда у меня такое настроение, когда я уверен, когда я верю, когда я в это верю, так я и действую с позитивной энергией. А если я действую с позитивной энергией, то и люди откликаются, на которых я воздействую. И поддается всем. Вот, шмель летать не может, ученые говорят, а летает же. Все. Ничего не знаю, кто мне будет тут рассказывать всякие сложности, страхи, внушать мне всякие опасения. Я знаю, что Бог меня любит. Я знаю, что Он просил мне мои грехи, если я в это верю. Я знаю, что Он дал мне жизнь с избытком, деньги, бизнес, здоровье, хорошее самочувствие, уверенность в том, что меня любят мои близкие люди. Я их люблю во всех взаимоотношениях у меня хороших, мне легко по этой жизни шагать. И то, что у меня вечная жизнь, что у меня завтрашний день безопасен, и послезавтрашний день с избытком. Ну, что еще надо? Вот так и строится бизнес. Когда ты знаешь основные фундаментальные вещи, то тогда тебе легко строить. А когда ты рассчитываешь на себя, на свои жалкие силы, когда ты боишься всего, заботишься, что тебе есть, что тебе пить, куда тебе идти, и что тебя наругают, обманут, и ты переполнен страхов, несчастий. Все, только к Богу надо идти, и мы полетим. Я буду здесь рассказывать тем, кому это интересно, как делается настоящий бизнес, и как успех приходит. Только с Богом это возможно. Это знает каждый современный умный человек, незашоренный. И не надо никаких здесь анахронизмов, архаизмов, и устаревших слов и понятий. Все лежит в плоскости современной жизни. Обратитесь к квантовой физике, и все ученые скажут вам, что Бог есть, и что Он нас любит. А иначе бы все рассыпалось давно. Удачи вам. С Богом.